Добрый день, это программа Парадокс, я ведущий Степан Демура. Ну, случилось такое интересное событие, малюсенькая страна, Кипр, население чуть больше миллиона, начала испытывать, вернее, ее банковская система начала испытывать серьезные проблемы. Экономика страны, на самом деле, испытывает проблему уже года три как. И вдруг вот эта малюсенькая страна привела к непонятным последствиям для Европы и для России. И рисуются очень такие мрачные сценарии, что будет с российским ВП, что он из-за Кипра потеряет 2% и тому подобное, люди останутся без денег. И вот, чтобы в этом разобраться, насколько все это серьезно, мы пригласили Евгения Бушмина, председателя Комитета Сайта Федерации по бюджету. Добрый день, Евгений, спасибо, что пришли. Ну, вот, за рулем ездишь, слушаешь всякие радиостанции, и уже второй или третий день постоянно кошмарят, что Кипр приведет к каким-то жутким последствиям, и вот наш рынок тоже упал и тому подобное. Вот насколько все это серьезно, и какие вообще последствия могут быть для российской экономики, на ваш взгляд? Ну, рынок упал, и не только российский, европейский тоже, да и дальневосточные упали рынки, и это понятно. Метеорит тоже свою лепту, падение внес. Он, по-моему, стал еще символом Красноярского форума, да? Вот, видите, как хорошо. Поэтому для рынков, знаете, там все, что угодно, там, может, причиной падения или подъема быть совершенно вещи, не связанные с экономикой. Но, правда, это событие, связанное с Кипром, оно связано с экономикой, это естественно. Хотя, в большей степени, в большей степени нужно отнести к политическим это событие. И даже я всегда говорю к вопросам становления демократии в развивающихся и утверждения демократии в развитых странах. Вот. Ну, первоначально моя реакция на кипрские события была примерно такая. Но меня мало вообще интересует проблема престола наследия, допустим, в Люксембурге или в Нидерландах. Почему я назвал эти страны, вы, наверное, тоже понимаете. Потому что вся тройка, это первая тройка инвестиций в Россию. То есть, вот именно через эти страны произведены две трети всех инвестиций в Россию. Там же налоговый режим и офшоры практически. Да нет, это просто наши деньги. Ну да. Ну, я имею в виду, туда уходят, обратно. Это просто наши, это реинвестиции. Поэтому Кипр, естественно, в этом же списке. И что бы там ни случилось, оно всегда что-то на что-то влияет. Но на самом деле, то, что произошло вот в эти несколько дней, к экономической ситуации Кипре напрямую отношения не имеет. Кипр, да, проблемы есть. Мы вроде хотели им кредит дать, что-то так как-то не решились. Европа от них отнекивалась, отнекивалась, в общем, да, отнекивалась до того, что они, конечно, серьезно зашли в кризисную ситуацию. Примерно аналогично там по финансовым направлениям греческой ситуации. Ну, они еще не дошли до списания своих долгов. Но, в общем, задачу добыть денег Европейский Союз им поставил. И вот дальше произошло самое удивительное и необычное для меня, по крайней мере. Вот это сообщество старых утвердившихся демократий вдруг решило просто проигнорировать основные принципы рыночной экономики, права собственности и просто взять и изъять из карманов граждан деньги. На их же благо, для их же блага. Ну, ты, конечно, и веревку принесите, знаете, да, будем завтра расстреливать, будем завтра вешать. Только не забудьте веревку и мыло принести. Ну, это, по-моему, по Ленину, да? Да, поэтому нет, нет, это не годится, это не годится. Ни на какое благо это все не годится. Это не профессионально, это не экономически. Так вот, если вы предлагаете какой-то налог на доходы, ну, допустим, Европа предлагала небольшой налог на все финансовые операции. Вот прошла любая операция, с твоими деньгами, не с твоими. Налог Тобина, по-моему, на самом деле. Да, вот вы его заплатите. Ну, нехорошо, нехорошо. Но, по крайней мере, понятно, что делаешь операцию, платишь, не делаешь, не платишь. Здесь же даже близко не похоже на ту ситуацию, что ты платишь с доходов. Здесь просто идет отъем денег. Причем, объявление прозвучало по депозитам, а банки очень, потому что я-то сейчас получил еще целое направление по банкам и финансовым рынкам в комитете. У нас теперь объединенный комитет. И банки начали вдруг волноваться, потому что там прошла информация по Кипру. Естественно, слухи очень серьезно сразу начинают гулять. Прошла информация, что это не только депозиты, но остатки на счетах. То есть на текущих счетах. Ну, это уже совсем, это вообще чужие деньги, что называется. То есть если компания получает аванс за какую-то работу, с нее снимают 12,5%, она все равно должна эту работу выполнить. То есть фактически вот кто-то переводит деньги через эту компанию, тоже снимают это чужие деньги. Как с ними быть? Не очень понятно. Ну, хорошо, даже если мы остановимся на депозитах. Я очень долго и упорно борюсь с идеей налогообложения наших депозитов. То есть депозитов граждан Российской Федерации в банках Российской Федерации. Борюсь не потому, что мне это нравится или не нравится. Просто я все время придерживаюсь точки зрения, что все инструменты должны быть примерно одного уровня налогообложения. Налогообложения. Ценные бумаги и депозиты. Депозиты не облагаются, ну, до определенного уровня. Не облагаются налогом на доход. Ценные бумаги, доход от ценных бумаг облагается. Я говорю, давайте что-то с ценной бумаги делать. Ну, правительство вот сейчас думает, думает и где-то в нетрах ходят документы вернуть налогообложения депозитов. Я считаю, что это неправильно. Нужно освобождать ценные бумаги и не вводить налогообложения депозитов. Вы понимаете, это получается, что вот мы говорим о каких-то мелких-мелких вещах, депозиты обкладывают или нет, а там отбирают, а там просто берут и 19,5% отбирают. Вот такое ощущение, что мы в разных мирах просто. Ну, эти ценные бумаги, просто часть того, что вы сказали, саму стало любопытно. Ну, депозит мне не облагают налогом, если ты сделал меньше чем, да, по-моему, ставка ЦБ. Да-да-да, плюс 5. Плюс 5. Или 9% по валюте. А, скажем, что делать с ценными бумагами? Тоже вводить? Ну, нет. Можно вводить, допустим, чтобы, если ты играешь на этих ценных бумагах, ну, плати как с дохода. А если, допустим, владел ценной бумагой, ну, как квартиру, не плати. Вот и мы решили эту проблему. То есть для рядовых нормальных граждан, которые вот покупают эти ценные бумаги для того, чтобы тут же через секунду их продать, то мы можем такую ситуацию вести. Вот. Поэтому есть возможность. Ну, понимаете, и когда мы говорим вот об этом, вот сейчас мы с вами говорим, там, 3 года, там, что-то обсуждаем, да. Ну, это как разные миры. Взять и отобрать 12,5% всех денег, которые у вас есть, и обкладывать или не обкладывать 13% налогом доходы на эти деньги. Понимаете, разница какая? Ну, чисто формально они же не отбирают, они дают equity в банках взамен. Ну, да, конечно. Только вопрос, сколько это стоит. То есть, когда человека ставят к стенке и стреляют в него из пистолета, то они не просто отбирают у него жизнь, они ему взамен дают 9-граммовую пулю, я понимаю. Ну, как китайцы, да. И счет семье. Вы эту шутку, конечно, рассказываете. Нет, я имею в виду с легальной точки зрения. С легальной точки зрения. Вы знаете, вы знаете, легальная Европа всегда имела двойные стандарты, она всегда умела придумывать легальные такие вещи, что даже нам это никогда не снилось. Поэтому газ у них после 20-го года. После 20-го года. А сейчас какой у нас? 13-й. Вот посчитайте, что у вас в итоге с этими деньгами получится. Нет, нет, это, конечно, не эквивалент, и разговор не идет. Разговор идет о том, чтобы получить 6-7 миллиардов евро и за это получить 10-миллиардный кредит от Евросоюза. Вот и все. Но мне кажется, что это пробный камень. Вот попробовали на маленькой стране. Как с Грецией. Нет, с Грецией так нельзя. Греция большая страна. Там много жителей. На Греции попробовали долговых рабов. Здесь попробовали другое. Здесь попробовали другое. Причем, заметьте, какая подоплека. Первое. Население небольшое. Освободим все до 100 тысяч. Народ не страдает. Народное население не страдает. Кто пострадает? Те, кто привел туда деньги. Посмотрим, кто же в процентном соотношении больше всех хранит деньги на Кипре. Россия. И британцы. И британцы. Ну, даже России больше, чем британцы. Даже России больше, чем британцы. Кстати, своим военным Британия уже пообещала компенсировать. Таким образом, это еще и удар по русским. Это означает не удар по русским. Это означает, что свои избиратели не попадают в категорию обиженных. Ну, попадают, но немного. Вот в чем дело. Это маленький пробный камень. А вот дальше можно уже попробовать это на Италии или на Испании. Вот тогда уже будет, конечно, все много серьезнее и все много-много-много сложнее. Поэтому, когда это все произойдет, и начнется какой-то цепной такой процесс, и возникнут проблемы во всем Европейском Союзе... Евгений, мы должны прерваться на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире. У нас в гостях Евгений Бушмин, представитель комитета Совета Федерации по бюджету. И обсуждаем мы киприотские штучки. Да. Евгений, продолжаем. Одна маленькая штучка, после этого цепная реакция, и Европейский Союз уже находится в достаточно серьезной кризисной ситуации. А такие вещи, вот такие непродуманные, непрофессиональные, неэкономические, они не могут не привести к кризисной ситуации дальше. Поэтому, какие проблемы для России возникают? Очень серьезные. Потому что Европейский Союз, это партнер номер один для России. И газ, и нефть, и металлы, и... А мы оттуда сколько всего берем? Поэтому, конечно, проблемы для России будут не по кипрским штучкам, а по европейским, которые последуют дальше, после этого. Поэтому, то, что сейчас какие-то люди, которые хранили там деньги, потеряют, для нашей экономики, это никак не скажется. Есть у нас некоторые фирмы, у которых там есть текущие счета. Но это вот то самое обсуждение, которое мы начали в предыдущей фазе, о том, что если это будет по текущим счетам, это будет совсем сильный удар. Пока что банковская система закрыта. Поэтому мы пока не знаем ничего. Поэтому пока не знаем ничего. Вот завтра они окончательно проголосуют, а не только в четверг теперь открываются. Обещают в четверг. Да, как всегда. Поэтому, значит, много ли потеряют российские предприятия? Ну, знаешь как? Если ты ушел в офшор, то жди какую-нибудь от кого-нибудь. Либо доктор оттуда, либо отсюда. Да, поэтому, ну, в общем-то, наверное, они закладывали свои риски, когда уходили в офшоры. Вот. Есть там проблемы, связанные с банками нашими, с ВТБ, как вы знаете, там есть филиалы. Банки наши хранят тишину. Тоже странная позиция. Я так понимаю, что все-таки это наши банки, и мы должны как-то провести переговоры с кипрским Минфином, с кипрским центральным банком и разобраться, что же банкам в этом случае делать. Вот. Потому что у банков, как у банков, своих депозитов нет. У него депозиты граждан. И не только, кстати, кипрских и российских, но и, как вы правильно сказали, британских, немецких и прочих. Вот. Поэтому здесь, чем все кончится, вот, в плане потери людьми денег, это непонятно. Но для нас это значения не имеет. Вот. Если вы храните деньги в офшорах, как физическое лицо, как юридическое лицо, то вы должны риски себе представлять. Поэтому вы должны понимать, чем все это может кончиться. Поэтому те люди, которые хранили там, они как-то справятся с этой проблемой. Вот я всегда говорю, что бедный человек, ему очень трудно уйти от налога. Очень трудно. Потому что он бедный. Вот. У него маленькая сумма, и он и то ее спрятать не может. А если ты богатый человек, у тебя много денег, то тебе намного легче уйти от налога, потому что у тебя есть юристы, у тебя есть экономисты, у тебя есть консультанты, есть технологии вывода, увода, в офшоры и куда угодно. Поэтому если там, и мы говорим, что там люди, в общем-то, богатые, и компании-то, в общем-то, богатые, ну, пусть они там сами разбираются с этим. Поэтому на Россию это не должно никак распространяться. И самое главное, вообще это внутреннее дело Кипра. Конечно, неприятно, что Европейский Союз так с одним из своих членов грубо поступил. Но на самом деле это их дело. И пусть они сами со своими проблемами, в частности, ну, вот, там, отбор денег у тех, кто держит деньги в юрисдикции Кипра, пусть они сами разбираются. Мне кажется, кроме таких экспертных заключений, какие дал, там, наш президент, премьер, экономисты, Кудрин и прочее, прочее, дальше дело и не должно пойти, потому что, ну, это внутреннее дело Кипра. Ну, а что вы имеете в виду, дальше дело не должно пойти? То есть, вот, сказали и все, да? Вы понимаете, ну, есть какие-то вещи, там, фонды, вот, если бы это было не Кипра, а какая-то другая страна, вот, допустим, Германия, да? У нас все-таки там есть, если вы помните, фонды, связанные с теми, кто попал в концлагеря, там, выплачивались через эти фонды. Часть этих денег временно до того, как они поступают на счета граждан, которых угоняли на работу и так далее, они тоже размещаются в депозиты. И тогда, извините, мы уже могли бы, так сказать, из МИДовской стороны заявить, простите, вы там экономически что-то делаете, а что, собственность уже значения не имеет? Это собственность фонда, это собственность людей, которых когда-то угнали на рабство Германию. Тогда была бы серьезная проблема, и тогда можно не только экспертное заключение делать. А здесь, по-моему, никаких оснований для юридических действий ни у одной из сторон нет. А вот то, что ходят слухи, что президент Кипра будет звонить нашему президенту когнуть, о чем он будет договориться? О деньгах? О помощи? Я думаю, что все-таки есть некоторое основание у кипрского президента посетовать российской стороне, что вот, думал, рассматривали, обещали посмотреть, но ничего не дали. Видите, до какого состояния вы нас довели. Если бы помогли немножко, мы бы вот на такие глупые указиловки из Брюсселя обращать бы не стали внимания. А раз не помогли, вот нам приходится теперь делать жуткие вещи. Я думаю, вот какое-то небольшое, но право, ну, может быть, даже не право, а какая-то такая уверенность у кипрского президента в своих словах была бы при разговоре о этом. Я думаю, именно так. А больше никаких. Помощь? Просить помощи. Евгений, а вот смотрите, как вы считаете, это идиотизм евробюрократов или это, скажем так, четко продуманный план по дестабилизации ситуации на юге Европы и вообще в Европе? Я понимаю подоплеку. Значит, я не очень верю в идиотизм. Поверьте, вот как-то тут не очень все вяжется. Это моя личная точка зрения. Я его вот сказал в начале, сейчас вам попытаюсь повторить. Я думаю, что это попытка попробовать. Это пробный шар. Вот сейчас посмотрим, как отреагируют те, кто там держал деньги, как население отреагировать в маленькой стране, в обособленной. Тем более жестко, очень по банковской сфере, связанной с Грецией, у которой тоже, как вы знаете, наблюдаются. На самом деле, кипрские банки еще и в Греции потеряли. Да, они очень сильно попали. Очень сильно попали. Поэтому это же еще как бы идет и отсюда. Понимаете, если вот как бы ничего не сделать и начнут валиться кипрские банки, это означает, что они своими действиями в Греции подтолкнули крах Кипра. Им надо эту ситуацию тоже как-то нивелировать, чтобы потом не получить с этой стороны себе проблемы. И мне кажется, это попытка что-то сделать. И вот эта попытка что-то сделать с учетом российского фактора, то, что очень много российских денег, а уж этим-то вообще сказать Европе нечего. Ну, это же сами взяли на себя риск хранить на Кипре, а не у себя в России. Поэтому ничего другого. Ну, кстати, вот когда мне говорят, а будет ли какой-то там потери у нас, ВВП или еще что-то в российском. Я говорю, я думаю, будет одна проблема. Я думаю, курс рубля укрепится. По одной простой причине. Начнут выводить деньги из офшоров. А куда их привезти? В Россию. А в России... В другой офшор. Ну, да, и получить еще 12,5%. Вы так в каждом офшоре... Через 8 офшоров у вас же не останется ни копейки. А, смотрите. Если такие вещи позволяют себе делать в Европе, то я бы лично деньги обратно в Россию не переводил. Потому что если они себе позволяют такое сделать, одному Богу известно, что позволят в России сделать. Знаете, вот 2008 год, как мы прошли, показывает, что, в принципе, желание не оскорбить собственных граждан у российского правительства все-таки есть. То есть, то, что вместо того, чтобы отобрать у граждан, они вложили туда деньги из резервных фондов, они же дали банкам, они же поддержали банковскую систему. Просто Кипр не может этого сделать, у него денег нет. А Европа не дает. А у нас была вот та самая подушка... У нас печатного станка есть, да. У нас есть. Да, у нас этот печатный станок находится в недрах Сибири, восточной и западной, который называется нефтегаз. И вот за счет этого станка, может быть, не совсем печатного, мы, собственно, сохранили нашу банковскую систему во время кризиса 2008 года. И слава Богу, слава Богу, мы ничего не потеряли. Ну, по крайней мере, вышли очень-очень-очень хорошо. И вот это мне говорит о том, что все-таки, мне кажется, желание не затронуть граждан у руководства страны есть, и это будет продолжаться. Это опасно затрагивать граждан. Точно. Вы знаете, мне тоже кажется, что вот такого в 90-х годах вообще не обсуждалось. А сейчас вот это все очень обсуждается именно по той причине, что когда-то в начале еще 2000-х было принято решение, не, ребята, вот наши социальные обязательства такие большие, что нам надо либо с ними разобраться, либо уменьшить, либо заплатить. Вот. И мы к этому в сторону идем. У нас из социальных обязательств реально осталось только Сбербанк. Вот это потери денег в Сбербанке. Остальные-то социальные обязательства мы так или иначе разгребли, ну, вплоть до, так вот, приличного повышения пенсии. Не до приличного уровня, но приличного относительно того, что пенсии получали. То есть, это все-таки повышение там в два раза, оно было в два с половиной раза, оно было осуществлено. То есть, вы считаете, что приток обратный вывод, если останется, что выводить? Валюты. Если останется, что выводить. Валюты укрепит уровень. Ну, они могут, части могут просто разместить валюте в наших банках. Вот. Но, кстати, это не спасает от этих проблем. Вы знаете, наши банки также держат на счетах эти деньги в тех же офшорах и в тех же Кипрах и в тех же Люксембургах. И поэтому, если вы храните в валюте в наших банках, и где-то там на Западе кто-то решит отобрать эту валюту, вам, конечно, придется разбираться с нашим банком. Но придется разбираться, потому что он также эти деньги потеряет в случае чего. Поэтому, чтобы исключить все эти проблемы офшорные, ну, конечно, надо перевести в рубли и хранить в рублях. А это означает, что рубль укрепится. Ну, хранить в рублях, получается, у нас же страховка сколько, 750 тысяч рублей? Сейчас, да, 700, да. Поэтому, ну, что такое 750 тысяч рублей? Это же практически ничто. Для богатых людей. Вот. Вы знаете, я вот еще раз говорю, меня те богатые люди, которые потеряют 12,5% на Кипре, совершенно не волнуют. Вот. А те, кто вот 750, 700 тысяч здесь у нас получат, а потом. Вот смотрите, вообще в семье... Давайте прервемся на... Договорились. Оставайтесь с нами. Да, продолжайте, пожалуйста. Да. Три человека в семье. Два миллиона сто. Два банка. Четыре миллиона двести. Чем маленькие деньги? Да, логично. Чем маленькие деньги? Сбербанк и ВТБ-24. Вот два банка государственных. А остальные? Возьмите первую десятку. Десятку банков. Очень надежных и достаточно прилично функционирующих на российской территории. Ничего. Возникает вопрос. Предположим, вы перевели деньги, храните их в рублях. Да. А у надзорных служб вообще не возникнет вопрос. Голубчик, а откуда такая сумма? По доходам ли живете? Налоги ли заплатили? То есть вы хотите сказать, что всех, кто хранят деньги в офшорах, это деньги ворованные, да? Не то, что ворованные, но, скажем так, вполне возможно, что у них, по крайней мере, не заплачен налог. Они недалеко от ворованных вышли. Да. Понятно, недалеко от ворованных вышли. Ну, вот та же самая проблема сейчас, говорят, вот разрешить недвижимость там чиновникам не разрешить на Западе, понимаете? Я, честно говоря, не очень вот эти все запреты административные понимаю. А вот спросить за каждую копеечку, потраченную там, это совсем другой разговор. То есть контроль за расходами? Да. А почему вот этого контроля у нас нет практически? Он есть, но дело в том, что как только вы покупаете, допустим, какой-то домик тысяч за 200 долларов, то есть за 6 миллионов за границей, и выясняется, что у вас вы уже подпадаете под контроль. А если вы покупаете здесь домик у нас там за 500 тысяч рублей, хотя он стоит гораздо дороже, вы уже не подпадаете под эту ситуацию. Вы знаете, была такая история, я помню, в середине, я еще депутатом Государственной Думы был, история была в Испании, мы встречались там в Испанском парламенте, и они нам сетовали. Вы знаете, у нас все продают недвижимость за полцены, потому что, ну, налог не хочется платить, они объявляют цену одну, а на самом деле, то есть официально цена одна, а на самом деле цена в два раза дороже. Вот. Это у них была такая проблема. Поэтому и у нас такая проблема будет. А вот когда ты покупаешь сейчас на Западе, ты должен показать всю сумму, и сразу это, тут же ты вылетаешь под контроль над расходами. Поэтому пусть показывают, пусть показывают, тут рассказывают, где они эти деньги взяли. Я, честно... Нет, а почему мы этим не занимаемся, почему они этим занимаются, а мы нет? А мы не занимаемся по одной простой причине. Вот я, у меня есть домик большой, 260 квадратных метров, вот, на троих. То есть на меня, у меня взрослая дочь, и на нее, и на жену, и мы все это дело оформляли. Вы знаете, мы потратили где-то больше четырех месяцев. Это постоянное хождение по всем этим. Невозможно зарегистрировать. Невозможно. Вот надо начинать с каких-то азов. Вот когда мне приходит муниципалитет и говорит, вы знаете, у нас денег нет в бюджете, вы же нас ободрали. Я говорю, да? А со скольки процентов земли у вас налог платится? А со скольки процентов сооружений, вот, домов у вас налог платится? Оказывается, по земле, так-то, это 50-60 процентов. Все остальное влево-вправо либо не зарегистрировано, и поэтому не платится, либо находится под государственной собственностью, там, оборона, безопасность, все прочее. Вот сейчас первое, мы провели поправку. Все земли подпадают под налогообложение. Неважно, какие они. Все земли подпадают под налогообложение. Теперь надо муниципалитетам разобраться с теми, кто не зарегистрировал свою землю, кто не зарегистрировал свои дома. Мне говорят, да они не регистрируют, потому что налог не хотят платить. Я тоже бы так подумал, и даже согласился бы с этим, ну, раз так люди говорят, если бы сам не прошел путь в 4 месяца по регистрации одного строения. Вы знаете, это просто адовые муки. Поэтому я все время обращаюсь к ним. Слушайте, наладьте у себя систему регистрации, нормальной регистрации, и тогда вы получите объекты налогообложения, и тогда вы получите доходы. Так что здесь не все так просто. Все равно вы немножко уходите от ответа на вопрос, почему у нас не занимаются контролем расходов. Ну, практически. Понимаете, тогда ведь, смотрите, все вот эти разговоры о том, что запретить, владеть, ну, на мой взгляд, это просто бриф. Не-не-не, я тоже с вами согласен. Потому что административно это бессмысленно. Если, скажем, только экономически. Если чиновник может, скажем, показать, что да, вот смотрите, я заплатил налоги, у меня доходы были таким, пожалуйста. Не вопрос. Но ведь это же тогда снимет очень значительно коррупционную составляющую. Закон, закон, вот только был принят. Он действует с первого, фактически. Это закон о собственности? Нет, закон о контроле за расходами. А в чем он заключается? Я просто пропустил. А, это такая ситуация. Если вы осуществляете покупку, не вы, а в составе семьи, которая превышает трехлетний годовой ваш заработок по основному месту работы, даже не по всем доходам, а по основному месту работы, вы обязаны подать специальную декларацию и показать, откуда у вас деньги. Такой закон есть. А он применяется или только он вышел? Вот он вышел. Мы вот начали действовать. Он работает два месяца, но я еще пока не знаю результатов, какие декларации поданы. Я думаю, что мы, ну не знаю, раньше полугода просто об этой информации не узнаем. Такие вещи в один месяц не формируются. А потом люди сразу тормознули покупать такие вещи, раз такой закон вышел. Ну и чиновники имею в виду. И ждут, а кто первый будет, кто покажет. Так что, ну, есть вот такой психологический фактор. Но я думаю, что это все со временем пройдет и будут подавать. А это только для чиновников? Да, это для чиновников. А почему на граждане распространяется? Ну, потому что граждане у нас святые, а чиновники у нас не совсем правильные люди. Поэтому... Ну, в общем-то, я согласен. На чиновников надо, а на граждан нет. Странная избирательность. Нет, я не против того, чтобы чиновников пригвоздить. Ну, вот граждан, ну... Народ у нас хороший. Хороший. Добрый. Ну, в основном, да, в основном. Отзывчивый. В основном хороший. Голосует правильно. Ну, вот как хочет, так и голосует. Мы же тут точно не можем на него тут надавить. Ну, почему же? Нет, убедить, да. Там, забить мозг какими-нибудь шаблонами телевидения, радио, газетами и прочее, это можем. Но вот так заставить, ну, как вот он пришел. Понимаете, когда мне говорят, вот там какое-то колесо устроили там на выборах. Все это измеряется менее десятой процента. То есть, десятой доли одного процента. Для этого есть цикл, в конце концов. Да, поэтому, знаете, это вот... Голосует нормально. Но все-таки, возвращаясь к нашей главной теме. Да. Вам не кажется, что такие действия, на самом деле, европейских чиновников, они очень сильно подрывают доверие населения к банковской системе? Не только население, ведь смотрите, что происходило. Когда был кризис, да, некоторые американские банки, они, скажем так, как называется, they break the dollar, то есть, они были счета, которые были гарантированы, да, money market. А они возвращали там 60-80 центов на доллар. А потом банкротство Кобзона, простите, Корзайн, когда банкротил Global Financial. Тоже ведь очень сильно кинули инвесторов. И ведь склад ситуации, что доверие к системе, оно начинает исчезать. Ну, конечно. Ведь может случиться, сложится ситуация таким образом, что просто начнутся банкранс. Люди будут собирать деньги. И что тогда? Да, туча сгущается, грядет гроза, конечно, конечно. То есть, нужна новая экономическая теория, нужна новая экономика, это же очевидно. Экономика бездумной траты и огромных дефицитов бюджетов, она уже прошла, и надо чего-то другое решать. Пока никто не может подступиться даже к этому решению, а уж не говоря о том, чтобы предложить какие-то реальные действия. Вы знаете, на самом деле это идет не только в финансовой области. Вы знаете, я помню, как после 11 сентября, той памятной даты, как закрутили гайки в демократии в Соединенных Штатах. До сих пор закручивают. Никто же не пикнул. Все понимали. Ну, что, значит, ну так вот. Вот чтобы выжить, надо потерять 12,5%. Ну, что такое? Ну, что? Ну, выживем же. Поэтому, на самом деле, все это такая, психология такая, знаете, ну, первобытно-общинного строя. И, видимо, к цивилизованным каким-то вещам мы еще пока не подступили. Нет, не мы, не в России. Вот не подумайте плохо. Не в России. Я взял, боже, что я слышал. В Европе, в Америке, понимаете. Там все плохо, да. Нет, там точно так же, как у нас. Когда мне говорят, вот, а помните 98-й год? Я говорю, помню. А вы помните 2008-й год в Америке? Помню. Вот и все. Ничего нового. Ничего нового. Это могло случиться только в России, сказали мне в 98-м году. Потом сказали, да, не только в России. Так что, нет, это, видимо, все-таки общемировая такая проблема. Решать какие-то государственные, личные, любые другие проблемы за счет других нормальных людей. За счет населения, как обычно. Я нормальными людьми называю наше население. Не только наше, но еще население Европы и Америки. Социализация расходов и приватизация доходов. Стандартная фишка. Да. Нет, у военных, я помню, наказать невиновных, наградить непричастных. Да, да, да. То есть, грубо говоря, насколько я понимаю, вы не видите выхода из этой ситуации, которая сейчас сложилась с банками. Как заплатить? Заплатить 12,5%, заставить Европу дать 10 миллиардов и решить банковскую проблему Кипра. Но она же не решится. Это же решение, нет, это проблема. Нет, решится. Она начнется просто в другом месте. Она начнется в Испании, в Италии, во Франции, в Великобритании. Решения-то нет практически. Ну, а как? Ну, я же вам говорю, нет новой, нет концепции новой экономики. Понимаете, пока то, что делается, вот то, что делается. И когда мы начали с вами разговор, мы сказали о рынках. Вот когда любой слух может качнуть рынок так, что люди теряют полностью все свои сбережения, ну, это же, ну, разве это правильная экономика? Разве это, кстати, это совершенно не социальная экономика. Не стоит играться на рынках? Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Потому что люди туда идут. А вы знаете, сколько за последний месяц казино в Москве было нелегальных закрыто? Много. Зачем туда люди ходят, не знаете? Ну, они с таким же успехом могут пойти на Форекс. Я по этой говорю. Понимаете, ну, нельзя, если человек, ну, если его тянет. Главное, что он убеждает при этом еще людей, которых не тянет, отдать ему свои деньги, чтобы он там на них поиграл. Ведь вот в чем проблема. Вот, нет, я не беру МММ. Но это любовь к халяве. Не-не-не. Вот любовь к халяве – это МММ. Дело в том, что МММ не шла играть этими деньгами, а их просто забирали. В этот раз они не шли играть. Их просто забирали, эти деньги. А тут они еще какую-то процедуру предлагают. Вот мы эти деньги, валюту, туда-сюда, акции, такие рынки, сякие рынки, рисковые, нерисковые, голову запудрят. Ну, это все правильно, это нужно. Я вообще за финансовые рынки. Но только, знаете, чтобы результат в финансовых рынках не влиял на всю экономику. Вот знаете, когда… А ведь это сейчас как раз финансовые рынки рулят, собака виляет хвостом. А вы знаете почему? Потому что вот если раньше, в начале 20-го века, там промышленность определяла все. Ну, просто вот она промышленность. Теперь банковский сектор. Вы дергайте там эти финансовые сколько хотите, да? Вот если уж в 29-м там все произошло, то только из-за промышленности. Из-за кризиса перепроизводства и прочих вещей структурных. Перекретозность еще была. А у нас сейчас информация, во-первых, уже в объеме как бы ВВП составляет большую часть. Уже товар, меньшую часть, чем информация. Правильно. И люди уже платят не за пиджак, а за информацию. Просто, Евгений, я с вами согласен, вот с чего я начал передачу. Ну, казалось бы, такая маленькая страна, малюсенькая банковская система по объему. И оказывать такое влияние вообще на умы, граждан. Через пять дней забудем. Успокойтесь, все будет хорошо. Через пять дней забудем, потому что ни у вас, ни у меня там денег нет. Нет, из Кипра я давно ушел. И всем сказал еще год назад, а не следующий. Я даже не пытался, я даже не пытался, потому что, ну, все-таки Кипр это офшор. Да. А офшор это значит, что у вас нет нормальной юридической поддержки. Лучше там заплатить налог и держать в Германии, чем в офшоре, где нет нормальной юридической поддержки. Даже если ты не гражданин Германии, тебя там будут защищать. А в офшорах защищать не будут. Никто не будет, я с вами согласен абсолютно. Именно поэтому я против офшоризации. Ну что ж, мы уходим на перерыв, оставайтесь с нами, вернемся буквально через минуту. Что ж, мы снова в эфире, это программа «Парадокс». С вами ведущий Степан Димуров. В гостях у нас Евгений Бушмин, представитель комитета сайта Федерации по бюджету. И рассуждаем мы на тему того, как маленькая, но очень злая страна Кипр создает столько проблем. По крайней мере, в средствах массовой информации. На самом деле, мы берем намного шире. Во-первых, мы берем Европу, вообще мировую экономику. И самое главное, засилие финансовых инструментов в экономике в целом. Сейчас же практически финансовый капитализм. Когда банки рулят всем. Ведь если посмотреть исторически, я с вами абсолютно согласен, банки всегда были наиболее, скажем так, устойчивой частью экономики. А сейчас они катализатор всех проблем. Я вам напомню первые проблемы, которые были в 2000 году. Помните, Датком? Такая была проблема Даткомов. Ведь что такое Датком? Ничего. Кроме рекламы, ничего. То есть возможность размещать рекламу и получать информацию. Вот и все. Но какой бум. Сколько денег сгорело на этом. И кто-то... Опять-таки, как там у Ломоносова? Ничего из ничего, ни во что не превращается, не уходит. Все это же... Природа не терпит пустоты. Деньги-то там же. Только они просто из одних карманов пилились в другие карманы. Кто-то очень здорово заработал. Тогда появились первые несколько десятков новых миллиардеров. Так вот, сейчас главное, чтобы не допустить той же самой ситуации. Мне всегда говорили, вот-вот, Фейсбук. Вещь хорошая, да? Крутая. Я говорю, не, я не могу, Фейсбук. Если вы мне скажете, какое количество капитальных вложений, ну, то есть станков, то есть основных средств производства у этой фирмы, я подумаю, вкладывают мне туда деньги или нет. Они говорят, да у них нет ничего. Но они якобы генерируют поток денежный. Вот. Якобы. Вот пусть они генерируют. Потому что, как только до того, как мы сможем понять структуру технологий, движения вот этих финансовых потоков, как только мы сможем определить не промышленную экономику, а финансовую экономику, тогда, может быть, мы сможем прогнозировать, что и как происходит. Пока мы еще как те самые военные, которые воюют в рамках предыдущей войны. Ну, генералы всегда воюют в последнюю войну, да? Да, да. Вот я об этом и говорю. Поэтому мы все время забываем, что у нас уже промышленность, производство на рынках не представляет как бы для инвесторов интереса. Вот в чем трагедия всего. Ну, потому что обычно ведь рынки раньше, скажем так, они служили средством привлечения капитала в промышленности. Сейчас они уже живут своей собственной жизнью. И в связи с этим у меня сразу возникает вопрос. А вот скажите... Ну, так плохо о банках тоже, знаете. Вот это вот тут... Я просто очень хорошо знаю эту индустрию. Ну, да, но... Если их не станет, я плакать не буду. Будете. И никто не будет плакать. Вот в этом, понимаете, очень злой водитель в автобусе, очень злой, ругается вообще, хам такой, да? Но если его не станет, нам станет легче. Ну, да, только пешком придется идти. Это полезно для здоровья. Вот. Вот то же самое с банками. Полезно для здоровья не иметь денег, а носить все это дело с собой. А вы знаете, была такая история, вы знаете, такая песня была, по-моему, Бесамамуча. Бесамамуча. Ее написала мексиканка в 17 лет. Вот. Но особенность этой мексиканки... Ну, я по культуре не очень, но зато по финансам я чуть-чуть соображаю. Так вот, особенность этой мексиканки была в том, что... Ну, она получала огромные гонорары. Представляете, что такое эта песня, которая на всех языках звучала, везде и всегда. Вот. Она получала гонорары большие, но она не верила, банкам вообще не верила, и даже не верила в бумажные деньги. Поэтому она все свои гонорары превращала в бриллианты и таскала эту сумку с собой. Когда она приехала где-то в середине 80-х годов в Советский Союз... Сумку украли? Нет. Сумку не украли. Представляете, какая проблема на таможне была пропустить ее с этой сумкой? Без декларов. С этой сумкой, с кучкой бриллиантов в этой сумке. Это серьезно, это реальная история. Поэтому я вам говорю, что да, можно и так. Вы можете носить свою зарплату, выданную вам в качестве... В каком-то виде. Ну, допустим, в качестве ботинок, а вы потом их поменяете на хлеб и на масло. Ну, это же... Да лучше золото. Ну, золотой эквивалент, это уже история. Ну, забыть надо... Может быть, будущее? Нет. Нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Уже так не получится. И поэтому нужно... А компромисс нужен. Вот не любит экономика вот этих всех правых, левых. Это все не для нее. Должно быть все стабильно, аккуратно, последненно. При любой революции экономика только разрушается. Никогда не было никакого всплеска во время революции. А в чем? Ну, какая здесь революция? Возвращение к золотому стандарту? Ничего потом. Ничего. Нет, этого нам не надо. Почему? Потому что нужен компромисс. Стабильность. Понимаете, нужен компромисс. Вот все время нужен компромисс. Вот все время нужно понимать, что мы переходим уже от промышленности, переходим к информационному обществу. Поэтому потоки, денежные в том числе, они разделяются между промышленностью и информацией. Евгений, все-таки, наверное, сказка о новой экономике, она уже немножко умерла, нет? Что все-таки нужно, чтобы хорошо кушать, нужно хорошо работать и производить что-то, нет? Не кажется вам? Умерла. И поэтому у нас куча миллиардеров от масс-медиа, где продукты питания совсем не производятся, а совсем наоборот. Поэтому нет, нет, нет. Я вас уверяю, что теорий нет, но идеи, подходы мы сейчас должны развивать. И для нас банковская система – это один из многих рычагов. И если сейчас у нас произойдет что-то там, не знаю, техногенная катастрофа, не дай бог, и что-то там взорвется, понимаете, или рухнет банковская система Кипра, ну, это примерно для людей, для большого количества людей, неважно, либо тех, кто живет около этого завода, либо тех, кто живет на Кипре, вот, для этого большая трагедия, большая проблема. И это создаст большую проблему. Вот я это хочу сказать. И поэтому надо относиться к краху банковской системы на том же Кипре так же, как техногенной катастрофе. Нужно бороться с этим, нужно помогать. Мы же потом, если это случится где-то даже, не знаю, там, в Африке, мы же пошлем туда гуманитарную помощь, как-то людям начнем помогать. Я считаю, что вот это примерно одного порядка, и, в конце концов, мы должны помочь людям, не тем, кто размещает из России деньги там, а тем людям, которые каждый день, они зарплату должны получать. Вот они сейчас несколько дней не могут снять ни одного евро, а в магазине-то надо платить. В магазине не дают бесплатно. Не, ну, там сейчас вроде у них лимит есть на снятие. Но в этом дело. Банкоматы пустые. Вот мне сказали, что банки, сказали, что они сейчас не заправляют банкоматы. Просто не заправляют. Вот банкоматы кончились деньги, а он стоит. Нормально. Так что вот это вот самое неприятное. А вы говорите, крах, как он отразится. В магазин надо идти, кушать надо. Нет, нет, нет. Ну, на диете посидеть. Нет, нельзя на диете посидеть. Святым духом. Нельзя на диете посидеть. Люди есть разные. Одни вегетарианцы, другие, значит, едят много. Что ж им теперь? На диету всем садиться. Нет, нет. Еще раз. Ну, если отсюда. Еще раз. Я хочу перейти к делу и сказать, что крах банковской системы, даже такой маленькой страны, как Кипр, это как большая техногенная катастрофа. И мы к ней должны так относиться. Мы должны сделать все, чтобы спасти систему, спасти банковскую систему Кипра. Ну, хорошо, предположим, что не удастся. Ну, я это имею в виду не только Россия, это Европейский Союз, Америка, вообще цивилизованное общество. На ваш взгляд, я глубоко уверен, что ее, как и Грецию, и вообще международную банковскую систему уже спасти нельзя. А мы готовы к этому? Спасти можно все, конечно. Показывает опыт, нет. Ну, вот, предположим, давайте рассмотрим сценарий. Страна вообще готова к новым потрясениям, скажем так. Потому что постоянно слышишь, что мы извлекли уроки из прошлого кризиса, и в этот раз мы ничего не допустим, и вообще нам на внешние факторы наплевать. Как вы считаете, мы готовы? Я подобные заявления пропускаю мимо ушей, потому что я с ними не согласен. И только одна фраза «мы извлекли уроки» для меня просто вот отображается в одно состояние. Сколько процентов нефть и газ занимают в федеральном бюджете? 50. Мы извлекли уроки. У нас теперь нефть и газ занимают в доходах федерального бюджета 25%. Тут же соглашаюсь, снимаю шляпу, склоняю голову. А в 2008-м 50 и в 2013-м 50. Поэтому, извините, пока уроков мы не извлекли. Наша моноэкономика, к сожалению, не способна нормально выдерживать то, что мы действительно серьезными усилиями не затронули социальный блок. Это не означает, что мы спокойно вышли. Все-таки экономический спад. В ВВП, экономический спад в производстве был очень серьезный. Это не забывайте. Это сразу, может быть, не отразилось. Мы деньгами залили нефтяными. Но потом, постепенно... Какой сейчас у нас рост? Да какой там рост? Пока что снижаться начался. Какой у нас рост? Какой у нас рост? Маленький у нас рост. Это не Китай, к сожалению. Поэтому нет, нет, нет. Еще раз, я вам очень серьезно заявляю, что пока мы выводов не сделали, надо все время думать о том, не дай бог, кризис. К нему надо действительно готовиться. И самая главная подготовка, это уменьшение объема доходов от нефти и газа. Ну вот прошло 4 года, и ничего не поменялось, да? Ну, к сожалению, да. А у нас еще 4 года есть, на ваш взгляд? Нет, у нас 4 года нет. Я думаю, что сейчас они немножко ускорятся, вот эти процессы в Европе. И мы как-то вслед за ними. И потом, ну они не могут, американцы тоже не могут все время повышать этот, сейчас же 16 300, 16 500, 17 триллионов. Сколько они еще будут повышать? Где-то тоже наступит эта какая-то чаша переполнится, придется им какие-то вещи делать. Уже сейчас, знаете, там очень серьезные идут сокращения по военным оборонным заказам. И это очень серьезно влияет на промышленность. То есть, на самом деле, такое сокращение, оно приводит еще и к падению производства. Да. Это тоже надо. Сокращение госрасхода. Конечно. И когда мы говорим, мы же понимаем, что у нас все-таки процент оборонки достаточно приличный. Если мы прекращаем финансировать оборонку, соответственно, у нас ВВП ровно хотя бы на тот процент, который оборонка составляет, он падает. Поэтому здесь надо все очень комплексно смотреть. Но я за то, чтобы все-таки, несмотря на то, что мне очень не нравится вот эта вся информационная составляющая нынешней экономики, но не нравится в том, что мы ее не понимаем. Я ее не понимаю и многие другие, кстати, не понимают. Все равно больше доходов получать не от нефти и газа, а вот от обработки информации, от программного обеспечения, от интеллектуальной собственности, даже от туризма. Просто диверсификация доходов. Вы знаете, в Дубае заменили нефть на туризм. Ну как? Доходы от нефти заменены доходами от туризма. Настолько развить туризм. Они этим занимались. Да, и мы должны этим заниматься. Я думаю, что не меньшей степени, чем интеллектуальной собственностью, чем этими наукоградами, техноградами и прочим, мы должны заниматься туризмом в том числе. У нас есть что посмотреть, очень интересные места. То есть, если подводить итог, то, скажем так, можно, конечно, не обращать внимания на Кипр, но я полагаю, я выражу... Нельзя, нельзя. Нельзя не обращать внимания. Нельзя не обращать, и, скажем так, четырех лет у нас больше нет. Нужно крутиться быстрее. Точно так. И кризис неизбежен. Первое. Какое влияние сейчас окажет? Да почти никакого. Да. Какое влияние на будущее? Очень серьезно. С этим надо бороться. Этого нельзя допускать, иначе это разобрется, как лавина и сметет. Спасибо. У нас в гостях был Евгений Бушмин, председатель комитета Совета Федерации по бюджету. Удачи.